Майкл, вот только пыль вытерла, опять весь телевизор в пыли. Сколько можно? Дорогая, ты лучше посмотри, что я нашёл. Это же песня нашей молодости. Помнишь, как мы под неё тусили на дискотеке? Ой, Майкл, не пыли, столько пыли летит. И откуда её вообще откопал? Да вот, нашёл в старых коробках. Давай послушаем, вспомним старые добрые времена. Ну давай, дорогой. Ну и вот эту пыль потом вытру. Я помню, как ты меня пригласила на танец. Сейчас мы с тобой потанцуем. О, Майкл, точно, это музыка. Помнишь, мы с тобой на дискотеке под ней зажигали? Да, дорогая, давай-ка вспомним, какие там у нас были танцы. Я помню, что я вот так танцевала. А я был роботом. Сегодня же выступление у Алины. Мы пойдём на концерт. Наконец-таки. Надеюсь, что Алина очень хорошо выступит. Она столько тренировалась. Ну, зайчик, меня Алина научила рисовать скрипичный ключик. Сейчас тебе я покажу, как его нарисовать. Вот так, потом вверх и опять вниз. Ну как, зайчик, тебе понравилось скрипичный ключик? Мне тоже понравилось. Классно получилось. Но нужно ещё потренироваться. Пойду посмотрю, что там мама с папой делают. Мама, папа, вы где? Ой, а кто это храпит? Папа, что ли так? Папа? Ой, папы нет. Вау, как у них тут всё видно. Классно. Весь город так красиво. И попрыгать можно. Ну, где же мои родители? А кто это храпит? Кто-то оттуда, по-моему, звук идёт. Лукас, это ты. Ну, ты и храпишь. Сосоня, просыпайся. Уже много времени. А ты ещё спишь и спишь. Иди ко мне. Мы сегодня вообще-то на выступление идём. Хватит уже зевать. О, музыка какая-то играет. Мама, папа, вы чего? Да, вот, вспомнили наши танцы. Мы в Малдисках танцевали. Ой, вы как-то смешно танцуете. Сейчас так уже никто не танцует. Лукас, Лукас, Лукас. О, вы что, Лукас сказали. Лукас, ты смешал? Они уже умеют говорить твоё имя. Лука, Лука. Какой тебе ещё Лука? Я тебе сейчас Лука принесу. Хочешь, Лука? Не Лука, а Лукас. Лука, Лука. О, дорогой, звонок в дверь. Ну ладно, хватит уже тебе тут плясать. А ты дверь открываешь. Кто там пришёл, интересно? Здравствуйте, тётя Элизабет. Здравствуй, Соня, здравствуй. Проходи, пожалуйста. А можно мне позвать Алину? А она ещё спит? Как спит? Мы же с ней должны репетировать. Ну не знаю, спит ещё. Я думала, вы попозже будете на концерт собираться. Нет, нет, нам нужно уже. Ну иди, иди, сама её разбуди на втором этаже. У вас такой красивый дом, мне так понравился. Ой, да, спасибо. Я рада, что тебе понравился наш домик. Ну проходи, проходи, чай будешь? Да нет, мы торопимся. Ну не знаю, Алина, по-моему, не торопится, раз она ещё не проснулась. Ну иди, буди её, раз вы торопитесь. Да, да, нам нужно ещё репетировать. И кто это тут такая красавица, принцесса спит? Алина, вставай, у нас же сегодня выступление. Ты что? Мы же должны ещё порепетировать. А, что такое? А, что? А ты что тут делаешь? Тебя кто пустил? В смысле, кто пустил? Мама твоя дверь открыла, сказала, чтобы я тебя разбудила. Ой, я просто вчера так поздно легла. Я вчера так думала, как мы выступим. Никак не могла уснуть. Лежала, лежала, всё думала, думала. Вот ты и додумалась до того, что сегодня встать не можешь. Давай уже, просыпайся. Ладно, пойду умой, сейчас приду. Ты пока можешь телек посмотреть. Ой, кто мне там звонил? Пропущенный, что ли? 50 пропущенных? Ну да, вообще-то это я тебе звонила. Ой, Соня, извини, пожалуйста. Ладно, я быстро. Майкл, что с тобой? Ой, спина, Элизабет. Ну вот, старичок ты мой, натанцевался. Сейчас принесу тебе мазь, которую олени выписали. Ну всё, Соня, я умылась, ты можешь сделать мне прическу? Конечно, давай сделаю, садись вот сюда на диванчик. Спасибо, сейчас ещё зеркало принесу, чтобы смотреться. Ну давай, какую ты прическу хочешь? Ну не знаю, что-нибудь красивенькое сделай. Ну хорошо сейчас. Так, ну всё, я тебе челочку немножечко подкрутила. Ну посмотрю, что ты там сделала. Смотри, как красиво. Сонечка, да у тебя талант, тебе надо быть парикмахером. Так красиво, спасибо. Да и не за что. Ну да, я люблю делать прически. Ладно, буду одеваться, я вот такую одежду надену. Ну да, мы с тобой будем классно сочетаться. А ты какую яйтару возьмёшь? Ну я хочу себе голубой, наверное. Ты не против? Да нет, конечно. Сейчас примерю себе розовенькую. Ой, плойку нужно положить. Ну да, как-то странно будет, если ты будешь с плойкой на сцене выступать. Да, мне эта гитарка нравится, красиво. Ну всё, сейчас наряжусь и пойдём репетировать. Так, носочки, платье, бантик и ботиночки. Ну всё, я в принципе готова. Слушай, ты такая классная. Ты тоже. Ну всё, пойдём. Микрофон-то не взяли. Точно, бери давай. Ну всё, пойдём теперь. Лукас, ты опять попрошанничаешь. Ну ладно, давай сделаем, пока никто не видит маленькую мороженку. Садись, я тебя покормлю. Вот, Лукас, садись, сиди от места. Тихо, тихо, а то сейчас все услышат. Мне нельзя часто мороженки делать, меня и так ругают. И чашечку облежи. Слушай, там что-то малявки затихли. Надо посмотреть, что они там делают. Кисть, кисть, кисть. Ням-ням. Ням-ням. Эй, вы что там делаете? Ой-ой-ой. Они что тут собрались кормить собачьи? Нельзя, вы что? Мама, мама. Ну что, Майкл, тебе уже лучше? А, ну да, получше, Элизабет, спасибо, моя дорогая. Что бы я без тебя делала, мое солнышко? Мама, мама, там мелкие совсем выросли. Они уже открыли шкаф на кухне и хотят съесть корм. Быстрее, туда, туда. Они там корм хотят есть. Да ты что, Алисочка, ну-ка давай посмотрим, что это они там придумали. Бакс, ты вообще это видел, у тебя конкуренты уже появились. Не то что собаки, уже малыши вон ваш корм начали есть. На, держи, я знаю, что ты любишь собачий корм. Ой, что с тобой? Подавился что ли? Иди-ка сюда. Нормально всё? Ну ладно, Максик. Папа, ну мы всё, пойдём репетировать. В музыкальную школу зайдём, там будем репетировать. А что вам здесь не репетируется? Да там просто колонки хорошие и звук лучше. Поэтому мы лучше там будем репетировать. Ну ладно, девочки, давайте, хорошо репетируйте. Мы скоро придём на выступление смотреть ваше. Ладно, папуль. Подожди, я ботинки ещё не надела. Ну всё, пойдём. Ням-ням. Какие ням-ням? Вы что тут делаете? О, какие хулиганы. Ну-ка, Алисочка, садись. Давай их воспитывать будем. Вы что тут придумали? Нельзя есть корм. Ни собачий, ни кошачий. Вы что, не знаете что ли? Я вот никогда, никогда такого не делала. Алисочка, ну что ты так слишком строго? Вообще-то ты тоже хотела попробовать кошачий корм один раз. Ладно, не плачьте, мои хорошие. Что тут за рыдания? Иди сюда, Арнольд. Что случилось? Арнольдик, рассказывай, кто тебя обидел. Папа, я их просто воспитываю. А не представляешь, хотели съесть собачий и кошачий корм. Какие глупые. Да, моя дорогая, помню, помню, ты тоже хотела поесть кошачий корм. Неправда, неправда, не было такого, не было. Никак не хочет спать, смотри-ка. Майкл, они уже стали большие, они не так много спят. Это норма для их возраста. Они хотят изучать мир, им не до сна. Ну конечно, спать это вообще скучно, лучше играть. Дорогая, Алисочка, ну-ка, наведи-ка здесь порядок. Ой, я что, превращаюсь в старшую сестру? Нет, я так не играю, я вообще-то на это не подписывалась. Это что за выражения такие, ты где их услышала? Мне Алина так говорила. О, все понятно. Ладно, давай кормить их, у них уже, мне кажется, в животе урчит. Они даже кошачий и собачий корм уже собрались есть, так что нужно срочно их накормить. Ну да, Майкл, пора уже их покормить. Лукас, Лукас, ты где? Я тебе принесла вкусняшку, представляешь? Чуть малыши не съели. Лукас, ты где? Ой, Лукас, ты что там делаешь? Ну-ка выходи. Ты что, тебе пирожники что ли с мороженками делаешь? Ну ты даешь. Ну ладно, на еще немножко попробуй. Лукас, что с тобой? Лукас, ты что? У тебя живот что ли болит? Лукас, зачем ты это делаешь? Сейчас мама тебе его будет ругать. Лукас, не надо, зачем ты это делаешь? Лукас, не надо, ты что? Лукас, успокойся, зачем? Ну вот, мама теперь Лукаса выгонит из дома. Ну это вообще ужас какой-то. О нет, нет, это не я виновата. Но я дала ему немножко пирожных. Ну совсем немножко. Я лучше пойду на улицу. Ну вот, у Лукаса похоже на стройство живота. Ну ладно, ничего страшного. Пойду попугая скормить арбузом. Попробуйте, арбузик очень вкусный. Дорогой, мне кажется, нам скоро нужно будет уже вводить прикорм. Наши малыши стали такие активные, им не хватает просто молока. Наверное, начну яблоко давать, пюре яблочное. Ну да, Элизабет, ты лучше знаешь. Конечно, пора, наверное, уже потом уже и мясо будут есть и все остальное. Да, да. Фу, Майкл, что за запах? Ты это чувствуешь? Может быть, малыши сделали свои важные дела? А, наверное, но пахнет вроде бы не от них. Какой-то запах другой. Дорогая, запах очень сильный. Давай смотреть, что тут происходит. Ой, фу, дорогая. Что, Майкл? Я наступил кое на что. Все, я пойду мыться. А, это что? Это наш Лукас такой натворил? Вот дает. Наверное, не успел. Надо было с ним гулять идти быстрее. Дорогой, на одной ноге прыгай давай до ванны. Тут смотри, сколько их, этих, проделок. Смотри-ка, сколько. А, мои уборки теперь. На полдня уборки, дорогой. Ну, что это такое? А где же сам песик? Смотри-ка, дорожка ведет вот сюда. Вот еще одна. Наверное, в шкафчик спрятался. Лукас, что это такое? Получишь у меня? Ой, малыш, а что ты плачешь? Что такое с тобой? О, у тебя что, не сварение? Бедняжка. А я на тебя ругаюсь. Пошли, я тебя мыть буду. Элизабет, ты что, будешь мыть его? Ну, конечно, он весь грязный. Я уже все, помыл ногу. Ладно, пойду за малышами смотреть. Так, Лукас, нужно будет тебе лекарство дать. Наверное, объелся чего-то. Нужно у Алисы спросить. Сейчас побрызгаю, тут запах такой. Паку. 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 Гу-гу. Гуля. Аку-аку. Ага. Что? Малыши одни на улице? Это как называется вообще? Арнольд, это ты, что ли? Гу-гу. Арнольд, а что ты тут делаешь? Гу-гу. Ариэла. Вы что? Из дома сбежали, что ли? Ну-ка, стойте. Я вас не пущу дальше. Идите сюда. А, а что убирать-то их? Прылесос включу, пусть сосет. О, неплохо так справляются. Прекрасно, прекрасно, пусть работает. И вот эти штанишки надену. Не, лучше эти одену, эти как-то не подходят по цвету. Так, а кто эта дверь не закрыл? Ну-ка, закройчикчик. Так, а где наши маленькие хулиганы? Куда они уже улетели на своих ходунках? Да, уж начали на ходунках кататься, теперь их не найдешь. Наверное, а в Богороди где-нибудь кататься. Ну ладно, Лукас, я тебя искупала, ты чистенький. Вроде бы сейчас у тебя нормально все с животом. Надеюсь, больше не будет таких сюрпризиков. Ложись вот сюда, отдохни пока. Давай-давай, мы скоро придем. Ой, Майкл, молодец, уже убрался, так чисто. Все убрал, да, за Лукасом? Дорогая, я должен тебе кое-что сказать. Что случилось? Дети пропали. Как дети пропали? Где они? Не знаю, все обыскал, нигде нету. Майкл, скажи, что это розыгрыш, что ты решил меня разыграть. Какой розыгрыш? Нет, детей пошли искать. Мне кажется, они ушли, потому что дверь была входная открыта. Я ее только что закрыл. Не может быть, что Алина не закрыла, что ли? Ну да, быстрее бежим. Орелочка, Орелочка, Солнышко, ты где, Орелла? Арнольд, Арнольд. Мальчик, ты тут не видел случайно малышей двух? А, этих боссов-молокососов, что ли? Видел. Они тут такие деловые, проехали, еще говорят, огур что-то там, гулять. Да, это они, это они. Куда, куда они поехали? Так вон туда поехали. Я думала, они за мороженым поехали. Все понятно, спасибо. Пошли туда. Арнольдик, Солнышко, ты где? Не видели тут двух малышей? Ой, да я плохо вижу, если честно. Нет, не видел. Все понятно. Да здесь они, здесь они. Вот они какие, а? Сюда уже приехали. Наконец-таки нашлись. Это я их затормозила, они бы дальше уехали. На автобус бы, наверное, сели. Мама! О, Солнышко, хорошо, что ты нашла. Арнольдик, больше так не убегай. Мы с мамой, я не знаю, скоро тоже седы не будем. Дорогой, похоже, у нас теперь двойная Алиса. Ну да уж. Ну ничего, я их покараулила, все нормально. Спасибо тебе, Вика. Пожалуйста, Алине приветик передавайте от меня. Ладно, обязательно передадим. Фу, ну все, дорогая, пойдем уже домой. Я так перенервничал. Я тоже, Майка. Хорошо, что наши зефирки нашлись. Следующая выступает Анастасия. Ей 10 лет. Пожалуйста, на саксофоне. Подержите, пожалуйста. Все участники очень волнуются. Ой, спасибо, спасибо. Ой, какая молодец, как хорошо играет. Умничка. Ой, сколько пищи какая. Когда уже группы будут? Майкл, Майкл, скоро наши девочки будут выступать. Ну да, надеюсь, они не сильно волнуются. Нет, папа, ты что, они у нас супер крутые. Выступят лучше всех и первое место займут. А что, будут еще награды какие-то давать? Конечно, Майкл, первое место. Там что-то очень интересное дадут. О, ну тогда я буду с удовольствием смотреть на наших девочек. Надеюсь, они выиграют классный подарок. Соня, я так боюсь, я так боюсь. У меня даже все руки дрожат и ноги тоже. Да не бойся, нормально все будет. Нормально выступим, как обычно, круто. Пацаны, смотрите, опять эти девчонки. Они очень круто играют. Ну да, они реально крутые. Надо что-то устроить, чтобы они не были первыми. Мы должны первое место занять. Давайте что-нибудь придумаем. Я им что-нибудь накручу на электрогитаре. У них не электрогитары, смотри, у них обычные. А, у меня есть, кстати, хороший план. Сейчас я ножницы принесу. Пока Майя не видит, разрежу ее струны. Я испортила ему струны, они... Да ты глупый, у них еще вторая гитара есть. Ну и что вторая гитара? С двумя все равно будет круче, а с одной уже не то. Так что навряд ли они займут первое место. Ну что, дальше очень, смотри. Ну все, пойдем. Спасибо, спасибо. Следующие выступают Соня и Алина. Им 11 лет, поприветствуйте, пожалуйста. Ой, нет, давай не будем выступать, я что-то боюсь. Алина, открой шторы, зачем ты закрыла шторы? Я боюсь. Соня, открой быстро шторы. А, да, спасибо, всем спасибо, здравствуйте, здравствуйте. Хватит дергаться, давай уже выступать. Ой, дорогой, она волнуется, я так за нее переживаю. Сестренка, не волнуйся, я с тобой, давай, я буду подпевать. Пацаны, готовьте помидоры, сейчас будем закидывать этих хавайных. Когда тебе одиноко, позовите игруся. Соня, Соня, что у меня с гитарой? Не знаю, Алина, что с ней? Не знаю. О, лузеры, не умеете играть, получаете помидоры. Правильно, правильно, помидоры у них, когда уже будут рокеры. Получайте, получайте, помидоры у них, я вам дам, моя сезонка, обижать. На, держи тебя, помидор, помидор у тебя. Рысь отсюда. Это что, тут малявка такая, да ну ее. Да уж. Алина, давай, пой, пой, пой давай, у тебя просто сломана гитара. О, все, давай возьмем себя в руки, я буду петь, а ты играй на гитаре, хорошо? Да, давай. Когда теперь одиноко, позови ты друзей, и пиринку устрою, и пиржамку ты на день. Будем вместе играть, и в те реальчики смотреть, мелуки вспоминать, и попковки живать. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля, о, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, превосходно, молодцы, девочки. О, неплохо так, неплохо так, может быть, неправда уже перестанет служить рок. На хавами сей перейти. Дорогой, дорогой, они просто великолепны, какие они молодцы. Да, мне тоже понравилось, я просто в восторге. Чудесно, чудесно, просто великолепно. Спасибо, большое спасибо. Да, спасибо. Вы готовы увидеть круто рок, тогда поемы, пацаны. Я милая киска, когда прошу сосиски, залетай во мне в ротик, меня большой живой. Вот это да, вот это роки, милая киска, люблю сосиски. О, они круто выступили, мне больше всего понравилось. На, держите помидор. О, вкусный помидор. И в нашем соревновании первое место заняла команда Алины и Сони. Поздравляю, золотой кубок, девочки, вы очень хорошо выступили. Ой, спасибо, спасибо всем за поддержку, круто. Второе место заняла девочка с сексофоном, Анастасия. Пожалуйста, ваш серебряный кубок. Благодарю, спасибо. И третье место, мальчики с песней Киска, сосиска. Бронзовая медаль вам. Ну ладно, хотя бы бронзовая медаль. Надо было вторую гитару тоже испортить. Я маленькая киска. Да, да, третье место они заняли благодаря вот этим вот детишкам, которые голосовали именно за них. Да, моя любимая песня теперь будет. И моя тоже. Я милая киска, когда прошу сосиски, залетай во мне в ротик, у меня большой животик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok